О своей встрече с хитрой змеёй Максим вспоминает с улыбкой. Всё самое страшное позади. Отёкшие конечности, поездка на скорой помощи, взволнованные взгляды родителей. Рептилия поджидала мальчика в траве по дороге в беседку на дачном участке. Одно неосторожное движение парня нарушило покой охотницы. Осознание, что на пальцах ноги два змеиных укуса, пришло не сразу. Там уже потом, когда началась аллергическая реакция, у меня тут вздулись какие-то волдыри на руках. И глаза начали набухать веки. Тогда уже вызвали скорую. Но я надеялся, что закончится хорошо. Произойти-то всё, что угодно может. При поступлении в больницу Максим, как и положено в подобных случаях, провёл сутки в реанимации. Прошёл курс необходимой терапии. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Как отметили врачи, случай штатный. Никаких осложнений нет. В наше отделение он уже поступил в состояние средней тяжести. Сейчас его состояние стабильное, с улучшением. Отёк постепенно уменьшается. Мальчик получает инфузионную терапию, дезинфекционную терапию, антикоагулянтную терапию, антигистаминные препараты с целью снятия аллергического отёка. Спасла парня грамотная реакция родителей. Без попыток самолечения положились на медиков. Специалисты остерегают. Другая тактика может и вовсе сыграть против пострадавшего. Прижигать, разрезать, накладывать жгуты, пытаться своими силами избавиться от яда в ране под строгим запретом. Максимум, что можно сделать – промыть место укуса и наложить чистую повязку. За год проходит в среднем 2-3 случая укусов змей. Но при своевременном начатом лечении, при своевременной доставке пациента в стационар, тяжёлых случаев практически нет. Я поговорил со старшими коллегами, они говорят, что за все 30 лет работы в больнице смертельных случаев укусов змей, но благодаря работе докторов на местах, и работникам схода, и службой РКЦ в смертельных случаев от укусов змей удавалось издышать. Змейный сезон начинается с приходом лета. Орудуют ядовитые охотницы в густой траве. В тенистых лесах намного реже в черте города. Первыми не нападают, а потому провоцировать гадюк. Всё равно, что играть в русскую рулетку. Во время прогулок специалисты рекомендуют одевать высокую обувь или защищать голени специальными накладками. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.